Телерадиокомпания «Вектор» вновь открыла свои двери для творческих кубкинцев. В 12-й раз конкурс «Профессия журналист» собрал любителей очерков и фотографий, 35 участников и порядка 138 творческих работ по четырём номинациям. Журналистика, фото-журналистика, интернет-журналистика и творчество не знает границ. Конкурс традиционный. Мы его проводим в первую очередь, приглашая людей написать традиционные эссе, статьи, почувствовать себя журналистом. Но есть номинация фотоработы. Вот это как раз-таки та номинация, которая пользуется наибольшей популярностью. Всегда очень сложно жюри отобрать работы, потому что их очень много, они очень качественные, яркие, поэтому в этом случае мы выбираем исключительно душой и сердцем. На такую оценку и рассчитывала Дарья Таран. Школьница впервые участвовала в подобном конкурсе. На соцжюри она представила одну из своих любимых работ. «Я люблю запечатлять разные моменты своей жизни, фотографировать какие-то красивые кадры. И мне очень захотелось поделиться этой фотографией, потому что она такая живая, жизненная. Вот я решила, что эта фотография очень подойдёт к этому конкурсу». В конкурсе были как новички, так и постоянные участники. Например, Татьяна Половникова уже в третий раз примеряет на себя роль журналиста. «Работа была посвящена истории слова и о том, как музей, сохраняя предметы, сохраняет слова. Например, слово «пистерь» берестяной, кузов, который хранится у нас в фондах. То есть пока жив этот кузовок, жило и слово». Для одних конкурс «Профессия журналист» – повод показать свои работы, для других – рассказать о своих героях. «Освящена эта работа моему дедушке, участнику Великой Отечественной войны, ветерану второй группы. И всё, что связано с его именем, оно очень дорого мне». Из работ лучших фотографов организуют выставку. Её разместят в Губкинском отделе Центра занятости. А лучшие журналистки работают и традиционно напечатают в газете «Губкинская неделя». Алла Ислаева, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.